Любите игру престолов? Тогда стратегия Войны Престолов то, что вам нужно. Здесь вы можете создать свою империю, собрать армию, торговать или вести войны, казнить или миловать, в общем делать все, что захотите. Ссылка в описании. Всем привет! Как бы вы ни относились к спойлерам, но по-моему уже все поклонники Игры Престолов знают, что если верить им, то Яра, Грейджой и Мизинис должны погибнуть в седьмом сезоне. С Ярой расправят ее дядя Эурон, а Беллиша вроде как убьет Ария. Но несмотря на все эти слухи, сами актеры, как буквально недавно оказалось, пусть и не совсем напрямую, но опровергают смерть своих персонажей и говорят об их дальнейшей судьбе в финальном восьмом сезоне. Так неужели же спойлеры лгут? Давайте разбираться. И начнем мы с Яры, а точнее актрисы Джеммы Уиллан, так метко исполняющей ее роль. В ее последнем интервью Джемма говорит о том, насколько эпизодической поначалу была роль Яры. Но в то же время она была к этому готова, так как шоураннеры и сценаристы сообщили ей с самого начала, что ее участие в сериале от сезона к сезону будет расти. И в общем-то пока что так оно и случилось. В шестом сезоне после смерти Байлона Яра выдвинулась на передний план в семействе Грейджоев и, как по мне, переплюнула даже Эурона. Так вот, что самое важное, Дали Джемма говорит, что наконец-то наступает момент, когда ее персонаж получает роль по своей важности, равную ключевым героям сериала. И самое главное, эта роль должна стать еще более важной к финальному сезону. Так что получается, до восьмого сезона Яра должна дожить вопреки спойлерам и этим фото, где видно, как ее пленил Эурон. Но плен это в конце концов не смерть, вот и он, например, был терзаем Рамси столько времени и ничего пока что жив. Ну а дальше про мизинца. Айдан Гиллен разоткровенничался о своем персонаже в интервью одной сербской газете. А именно сказал, что его герой продолжает строить свои отношения с Санцией, но это, впрочем, и так не новость. А вот дальше реально интересно. Гиллен говорит, что после этого сезона их отношения трансформируются во что-то большее. То, чего зрители еще видели. Как вам такое заявление? Одним махом оно перечеркивает все спойлеры и разговоры о том, что мизинца убьет Ария в седьмом сезоне. И даже более того, намекает на чуть ли не их роман с Санцией. Дальше, кстати, Айдан Гиллен добавляет, что ему всегда нравилась Серсея за ее неполюбимость и также, что он не против был бы заключить союз не только с Санцией, но и с Арией. Правда, развивать эту тему актер не стал. Но и того, что он сказал, достаточно, чтобы кардинально изменить вопреки о судьбе Петира, с судьбе Санца и вообще о том, что будет твориться на Севере в последних сезонах. Если верить актерам, получается, что далеко не все спойлеры оказались правдивыми, и есть среди них те, которые попросту ввели нас в заблуждение. Что ж, вот такую пищу для размышлений я вам подбросил. На этом у меня все. Напишите в комментариях, как вы думаете, что окажется правдивым спойлером или заявлением актеров. Ну и как всегда, не забудьте поделиться этим видео, поставить палец вверх и обязательно подписаться на наш канал, если вы еще не подписаны. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok